На этот раз Спортландию посвятили Дню Защитника Отечества, а настоящий защитник должен быть не только сильным и смелым, но и быстрым, ловким и сообразительным. Это и взялись доказать юные участники состязаний. Я хотел бы вам пожелать получить удовольствие от участия в этом спортивном празднике, напитаться здоровьем и хорошим настроением. Это самое главное. Поэтому я вас поздравляю. Хорошего вам соревнования. Они с нетерпением ждут начала соревнований. Капитаны поочередно отдают рапорт главному судье. Учителя подходят с последними наставлениями к подопечным. Команды повторяют свои девизы. И хотя их слова не очень разборчивы, это никак не сказывается на общем победном настрое. Сначала каждая команда показывает домашнюю заготовку, танцевально-спортивную композицию. На дне они работали не один день. Пока жюри оценивает выступление, гостей развлекают матросы. Чтобы стать победителем, команде необходимо набрать больше всех очков в 10 эстафетах. Сказать, что они совсем легкие, нельзя. В каждой нужно проявить смекалку, скорость и ловкость. Бежать по прямой с мячом в конусе, сбивать лежа кегли, вести мяч зигзагом, преодолевать полосу препятствий, передвигаться каракатицей. Подобные состязания дети ждут всегда с нетерпением. У нас это мероприятие проводится третий год. Мы школа надежды, коррекционная школа, мы инициаторы этого мероприятия. Детям очень нравится участвовать в таких соревнованиях. Они готовятся к нему долго, воодушевляются и сплачиваются самое главное. И это социализация детей с ограниченными возможностями здоровья. В итоге победителями Спортландии 2017 стали ученики школы «Гармония». Второе место у Надежды, третье заняла команда Старогородковской школы-интерната.